Сегодня энергетические напитки находятся под официальным запретом в таких странах, как Франция, Норвегия и Дания. Там их отпускают только в аптеках, поскольку классифицируют как лекарства. А вот в России энергетик, да еще спиртосодержащий можно приобрести в любом магазине. По инициативе «Молодой гвардии» в ближайшее время в 26 субъектах Российской Федерации планируют отказаться от продажи слабоалкогольных коктейлей и энергетиков. Под полный запрет на продажу попадают многие известные напитки. По официальным данным, в прошлом году на территории России реализовано 37 миллионов литров слабоалкогольных энергетических напитков. Такой статистике мы обязаны в первую очередь подрастающему поколению. Энергетики пьет каждый третий подросток. Это доказывает мониторинг Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия», составленной в ходе рейдов, направленных против продажи спиртного детям. Совершеннолетние как раз-таки стараются покупать в первую очередь слабоалкогольные энергетики. Энергетики алкогольные. Потому что они, не знаю, наверное, более вкусные для них и более разрекламированные, более модные какой-то напиток. С середины весны по всей территории страны молодогвардейцами проводятся публичные акции в поддержку законопроектов об ограничении продажи безалкогольных тонизирующих напитков, а также поправок, запрещающих полную продажу слабоалкогольных энергетиков. У активистов уже есть договоренности о принятии данного законопроекта с представителями законодательной власти ряда регионов. В Запайкальском крае с 1 июля будет действовать данный законопроект в Ульяновской области. 19 июня были приняты законопроекты в Тюмени и в Калужской области. В Ростове было первое чтение в апреле, и второе чтение будет на днях 26 числа. Есть положительная динамика и в Ивановской областной думе. Московская область официально еще не вошла в число регионов, сделавших однозначный выбор не в пользу энергетиков. Но жители Подмосковья такую инициативу поддерживают. Два месяца назад мы начали со сбора подписей у жителей Московской области. За ней или против того, что у нас на территории Московской области продаются именно слабоалкогольные энергетические напитки, которыми являются Ягуара, Девил, Страйк. У нас было непосредственно онлайн еще голосование на наших аккаунтах в социальных сетях. И по статистике получилось, что 97,8 жителей Московской области голосуют за запрет продажи на территории Московской области подобных энергетиков. Местом проведения акции в Ленинском районе стало проходное предприятие по разливу в том числе и энергетиков. А вот Мегапак производит слабоалкогольные энергетические напитки, тем самым помогает распространению и продаже таких напитков. В режиме реального времени активисты, поместив в лотки с разными энергетическими напитками свиную печень, показали, что происходит в организме при употреблении энергетических напитков. Образцы не только изменили цвет, но и начали буквально разлагаться. Не исключено, что молодая гвардия проведет еще не одну подобную акцию в Ленинском районе. Например, около предприятий торговли, реализующих слабоалкогольные энергетические напитки. Татьяна Акимова и я, дамя Елена Кошелева, Видное ТВ.